Здравствуйте, меня зовут Шаги Ахметова Лилия Мирасовна. Сегодня у нас будет лекция по методике профессионального обучения на тему методика обучения учащихся ручным операциям по обработке конструкционных материалов, то есть древесины и металла. Тема сегодняшней нашей лекции – это методика обучения учащихся ручным операциям по обработке древесины и металла. План лекции – ознакомление со свойствами обрабатываемых материалов, ознакомление с устройством инструментов и приспособлений, формирование умений и навыков по ручной обработке материалов и четвертое это породы строения древесины и характерные признаки. Цели лекции рассмотреть методику ознакомления учащихся со свойствами конструкционных материалов, методику ознакомления учащихся с ручным инструментом по обработке древесины и металла и методику формирования умений и навыков у учащихся по обработки древесины и металла и рассмотреть содержание учебного материала по породам древесины. Сначала вспомним, что такое объект труда. Почему изделие, которое изготавливают учащиеся, у нас называется объектом труда? Потому что в процессе изготовления этого изделия учащийся знакомится со свойствами материалов, оборудованиями, инструментами, технологическим процессом изготовления изделия, учится пользоваться технологической документацией и составлять технологическую документацию, формируется у учащегося умения и навыки, учащийся знакомится с техникой безопасности, с оборудованием рабочего места, осуществляется связь с естественными науками, осуществляется трудовое воспитание и формируются экономические знания. Поэтому изделие это не как продукт или цель обучения на каком-либо уроке по обработке материалов. Это объект труда, в результате которого у учащегося формируются знания, умения и навыки. Итак, мы приступим к технологии обработки конструкционных материалов с элементами машиноведения. Что такое конструкционный материал? Это материал, из которого изготавливают детали конструкции, машин, сооружения и множество других изделий. Это материалы способны воспринимать силовую нагрузку и определяющим параметром этих материалов являются механические свойства, что и отличает их от других материалов. Есть другое определение конструкционного материала. Конструкционный материал это материал, из которого изготавливают детали конструкции, машин, сооружения и множество других изделий. Естественно, учащимся мы даем более то определение конструкционного материала, которое они готовы воспринять в зависимости от их подготовки, возрастных особенностей. Мы говорим о том, что какие бывают конструкционные материалы, то есть это металлические, неметаллические и композиционные. Мы обязательно учащимся должны дать сравнительный анализ этих материалов. Например, такое соотношение прочности и пластичности металлических, керамических, полимерных и композиционных. Например, то, что прочность и пластичность у металлических гораздо выше, чем у композиционных. И у композиционных гораздо выше, чем у керамических и полимерных. Какие требования предъявляются конструкционным материалам? То есть это должна быть конструкционная прочность, это надежность и долговечность. Обязательно даем расшифровку и определение для учащихся этих понятий. На ознакомление с конструкционными материалами мы начинаем еще в начальных классах. То есть в начальных классах учащиеся обрабатывали бумагу и ткань, это первые и четвертые классы, и они знакомы со свойствами этих материалов, с теми инструментами, которыми они обрабатываются, но в основном это ножницы, клей. Далее у нас идет ознакомление учащихся с древесиной. Почему? Потому что древесина очень какими-то свойствами близка с картоном, бумагой. Мы говорим о том, что именно из древесины у нас изготавливают картон и бумагу. И дальше, конечно, мы уже знакомим учащихся со свойствами, с конструкционными свойствами и с обработкой металлов. Мы знакомим обязательно с такими свойствами материалов, конструкционных материалов, учащихся, как механические, то есть прочность и твердость, и физические, и гигроскопичность и теплопроводность. Зачем? Затем, что, зная эти свойства, учащийся сможет подобрать необходимый материал для конкретного изделия. Каким образом он это делает? Он сопоставляет свойства материалов. Ну, например, бумага очень хорошо, легко обрабатывается, но она горит и прекрасно намокает и разрушается. Древесина, она прочнее бумаги, но у нее есть такие недостатки, как тоже легко горит древесина, и она подвержена гниению. И, наконец, металл. Металл прочнее древесины, он выдерживает высокую температуру, но в воде он окисляется, то есть получается ржавчина. Его металл необходимо чем-то защищать. Это или краска, или какие-то покрытия, которые будут защищать металл от окисления или ржавчины. Ну, приступим к древесине. С чего начинаем? Ну, прежде всего, это строение, породы, свойства, пороки древесины и каким образом производится древесина. Алгоритм изучения свойств древесины. Рассматриваем все породы древесины, чем они отличаются, какие свойства, какая текстура. Дальше сравниваем свойства разных пород древесины. И затем уже у нас идет анализ, то есть, какое изделие мы будем из какой породы древесины изготавливать с учащимися, в зависимости от того, какие функции у этого изделия. Ну, классический пример – это колодка-рубанка. Она должна быть прочной, она должна быть твердой. То есть, мы выбираем твердые сорта древесины. Это дуб и бук, например. Или укладочный ящик, где нам необходимо, чтобы инструмент не испортился, не поцарапался. И в то же время, это должна быть древесина, которая очень легко обрабатывается. Ну, например, мы выбираем сосну и ель. Дальше металл. Опять-таки, алгоритм, свойства изучения металла – это свойства металлов. Какие бывают профили металла, какой бывает сортамент. Обязательно знакомим с маркировкой и производством. Вот приведены сортамент и профили металла. При этом необходимо помнить о том, что когда мы вводим понятие «металл», мы знакомим прежде всего с черными металлами. То есть, это чугун, сталь. И вот чем чугун отличается от стали? Естественно, содержанием углерода. Химию учащиеся еще не изучали. Но они знают, что такое углерод. Мы говорим о том, что углерод может быть в разных состояниях. И вот в зависимости от количества углерода в сплаве, это будет получаться или чугун, или сталь. Затем мы знакомим с производством учащихся проволоки и листового металла. То есть, знакомим со схемой волочельного стана и со схемой прокатного стана. При обучении технологии учащийся изучает устройства. Прежде всего, это режущего инструмента, измерительного инструмента и приспособлений. Алгоритм изучения инструмента. В сущности, содержание изучаемой операции, устройство инструмента, сравнение инструмента с ранее изученным. Что касается сравнения инструмента с ранее изученным. Мы говорим о том, что практически вся обработка конструкционных материалов, это срезание ненужного материала. И говорим о том, что весь инструмент через все годы обучения, мы обращаем внимание на учащихся, на то, что рабочая часть, это инструмента, режущего инструмента, это клин. Только разные вариации его. Приспособления, которые изучаются на уроках технологии, это шаблоны для разметки, оправки для изготовления пружины проволоки, стусла, рамки для опиливания пакетов листового металла и струбцина. Формирование умений и навыков по ручной обработке материалов. Но прежде всего, опять-таки, вспомним, что такое навык. Навык – это деятельность, сформированная путем повторения и доведение до автоматизма. Умения – это освоенный субъект, способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Формируется путем упражнений и создает возможность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях. Каким образом при изучении технологии обработки конструкционных материалов нам, какие вопросы нам необходимо осветить перед тем, как мы будем проводить урок, то есть при подготовке к урокам. Первое – это подбор объектов работы, посильных для учащихся, то есть посильных с точки зрения интеллектуальной и физической подготовки учащихся. Второе – это определение методов изложения материалов. Мы выбираем наиболее рациональные методы обучения и организация самостоятельной работы учащихся. Здесь обязательно выбор инструктажа, или письменный, или устный, в зависимости от цели урока, в зависимости от подготовки учащихся. Подготовка операционных технологических карт, чертежей – это подготовка оборудования. И, естественно, мы, когда делаем изделие, вернее, учащиеся будут делать изделие, мы сами изготавливаем это изделие, потому что материал всегда разный, инструменты могут быть тоже разные. Мы должны знать, с какими трудностями учащиеся могут столкнуться. Алгоритм обучения ручным операциям по обработке материалов. Прежде всего, мы начинаем со стойки, ну, кроме того, что мы ознакомили уже с инструмента, это стойка и хватка инструмента, приемы владения инструментом, организация рабочего места и наладка инструмента. Теперь представлены фотографии, где необходимо определить, правильно ли учащиеся выполняют хватку инструментов, правильно выполняют какой-то технологический процесс. И мы видим, что ученица, которая стоит вторая от нас, неправильная обхватка инструмента. То есть ученица обхватывает напильник рукой. Второе. Мы видим, что учащаяся, которая стоит третья от нас, у нее напильник не параллельно плоскости опиливания. Третье. Мы видим, что учащиеся, во-первых, стоят друг к другу очень близко и мешают друг другу. Следующий рисунок. Необходимо определить правильность или неправильность стойки, хватки организации рабочего места. То есть здесь видим, что верстаки подобраны не по росту, что недопустимо. На этом рисунке мы видим, работают не на верстаке, мешают друг другу. Есть лишние предметы на рабочем столе и они без рабочей формы. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.